Реальные успехи в социальном развитии и благоустройстве Прикубанского сельского поселения в 2021 году очевидны для всех его жителей. В этом мы смогли убедиться, побывав на открытой сессии Совета поселения. Что было сделано в поселении и какие планы строят прикубанцы на текущий год, мы расскажем в следующем материале выпуска. Прикубанское сельское поселение встречает каждого, кто въезжает на территорию нашего муниципалитета со стороны Крымска. Его население 2356 человек. Для них эта малая родина – самое лучшее место в большой стране. И местные власти стараются, чтобы сделать его еще лучше. В отчетном докладе главы Прикубанского сельского поселения Александра Бельдиева рассказано о том, что было сделано. Одно из самых красивых и удобных для жителей сельских поселений Краснодарского края, несмотря на сложности, связанные с преодолением ситуации с коронавирусной инфекцией, сумело сохранить набранные темпы его развития. Те задачи, которые мы ставили перед собой, мы их выполнили. Конечно, при активном участии жителей, активной их поддержкой нам все это удалось. Сейчас наметили новые планы на 2022 год. Те планы, которые мы наметили, и участие в программах, и за счет собственных средств, я думаю, мы выполним и, соответственно, наше Прикубанское сельское поселение станет более благоустроенным. Приоритетным здесь считают все, что связано с молодежью, с организацией ее досуга, спортивными занятиями и состязаниями. Это и детские спортивные площадки, и это детские игровые площадки. Их как бы и строим новые, и до оборудования уже существующие. У нас есть прекрасная спортивная площадка. Тем не менее, мы еще в 2021 году новое течение. Как бы население поддерживает это, я имею в виду молодую возрастную категорию. Мы построили две спортивных площадки с уличными тренажерами. Укрепление бюджета поселения помогает заботиться о благополучии жителей. Весомым подспорьем для решения проблем является и активное участие в целевых программах. Вот МТФ-1, мы заменили все асфальтное покрытие всего МТФ-1. Это довольно-таки прилично, и статусность выше жителей, и удобство, и комфорт. Естественно, развиваем уличное освещение, меняем лампы на более энергосберегающие. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко отметил, что перед администрацией поселения стоят большие задачи, которые не ограничиваются наведением порядка и нормальной работы жилищно-коммунального хозяйства. Хотя и это все важно. И в целом, благодаря слаженной работе, здесь справляются с намеченным. Много хорошего удалось сделать за 2021 год и на уровне всего района в плане его социально-экономического развития. Сфера муниципального образования по-прежнему в центре внимания. Большое внимание в течение года уделялось отрасли образования. В рамках регионального проекта «Современная цифровая образовательная среда» четыре школы города и в районе, это третья школа, и 16-я городская, 25-я Анастасиевская, 11-я Маевская, получили комплекты оборудования. Уроки стали, понятно, еще интереснее. Появилась возможность выполнять уже виртуальные лаборатории по различным предметам и повышается уровень цифровой грамотности. В школе номер 8, поселка Садовая, 28-я Станица Анастасиевская, 43-я Бараниковская, открылись образовательные центры «Точки роста». Таких в нашем районе уже семь. И к 2030 году они появятся в каждой сельской образовательной организации. Очень многие талантливые ребята и учителя, более 100 человек отмечены за высокие достижения в учебе, дополнительном образовании, творчестве, спорте. Порядка 350 человек. У нас ребята были отмечены высокими уровнями тех или иных наград в разных конкурсах. Затем жители поселения озвучили ряд вопросов, которые их беспокоят. Все вопросы будут взяты на контроль. Проблемы еще есть, но они постепенно решаются. Радует взаимодействие местной власти и общественности. Жители довольны тем, как идут дела в поселении. Поселение в последний год очень рост такой значится. Сделаны и тротуары, и улучшились дороги, строятся молодые семьи, заселяют дома. То есть перспектива на будущее. В этом году у нас и выросло поселение, родились 20 новых жителей. В этом году мы их чествовали здесь, в Доме культуры. Ну и конкретно скажу за наш сельский дом культуры Прикубанский. В 2021 году, конечно, нам удалось улучшить материально-техническую базу. Мы купили сплит-системы в танцевальный зал для нашей молодежи. Теперь у нас будет не жарко летом. Затем у нас аппаратуру приобрели и принтер, которые будут улучшать нашу работу. За год я вижу и освещение сделали, и асфальт кое-каких улицах сделали, и гравийную нашу дорогу, победу туда в западной части хутора ремонтировали несколько раз. И громика улицу подсыпали, тоже и с грейдером спланировали. Ну как бы работа ведется. Конечно, есть улучшения. Безусловно, например, на моей улице, это Комсомольская улица, досыпали туда дорогу. Теперь ездить на машинах туда крайне удобно стало. Кладутся тротуары дальше, тоже по железнодорожной улице. То есть не в самом центре, а вглубь хутора. Хотелось бы, конечно, чтобы еще там дачи модернизировались, но это все со временем, я думаю, будет. В школе, безусловно, улучшения есть. Нам вот там и спортинвентарь помогают. Сейчас там у нас новую сигнализацию делают. То есть в школе, безусловно, улучшения тоже есть. У нас очень красиво. У нас есть несколько таких архитектурных строений. Там как часы, например, либо сквер. Также у нас везде дороги есть. У нас прекрасный храм. У нас сами дома ухоженные, красивые. Депутатами совета и жителями работа главы администрации прикубанского сельского поселения признана удовлетворительной. Здесь не намерены останавливаться на достигнутом. Работы по повышению комфортности для жителей будут продолжены. Андрей Вишневский, Игорь Ванчевов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова